Продолжение следует... А 2 числа, вот вчера, очень сильный дождь был с молниями. Я сама даже попыталась снять, очень красиво было. Природа удивляет своей красотой, своим волшебством. Можно смотреть, наслаждаться и восхищаться бесконечно. А все-таки какие же новости произошли у нас в городе за эти два дня? С 1 июня в Днепре возобновляется платная парковка на 172 парковочных площадках. В зонах А и Б, в то же время парковки в зоне С, возле железнодорожного вокзала, зон отдыха, парков, набережной остаются бесплатными. По словам заместителя директора коммунальной компании транспортная инфраструктура города Виталия Шаповалова, это связано с ростом количества транспортных средств в центральной части города, нарушением правил дорожного движения и парковки. Стоимость одного часа парковки в зоне А составляет 18 гривен, в зоне Б – 15 гривен. Оставшиеся бесплатными площадки не будут доступны для оплаты в мобильных приложениях, а паркоматы будут выключены. С 11 июля не только в Днепре, но и во всей Украине запретят курить в общественных местах электронные сигареты. 11 июля этого года вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено. Также будет запрещена продажа ароматизированных сигарет и жидкостей для ароматизации. Штраф за курение электронной сигареты в общественном месте с 11 июля – 1000 гривен, при повторном нарушении – 10 000 гривен. Для владельцев заведения, где заметят курильщиков от 3 000 до 15 000 гривен, для продавцов электронных сигарет несовершеннолетним от 10 20 до 10 200 гривен штраф. Ну и хорошо, курение вредит вашему здоровью. С 1 сентября заработают только школы с бомбоубежищами. Ожидается, что с начала Нового года в Украине дети смогут пойти только в учебные заведения, здания которых оборудованы укрытием на случай обстрела. В Днепре несколько школ имеют оборудованные бомбоубежища. Так что посмотрим, как это будет к сентябрю. У нас в магазинах до сих пор отсутствует соль. Причина ее восстановки единственного украинского предприятия, производивший ее Артем Соль в городе Солидар. Значит, что руководитель этого предприятия говорит? Мы были найбільшим предприятием солью в Европе. Серед наших постоянных клиентов Угорщина, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румунія. Підприятие не працює, простоює, згідно с наказом до невизначенного часу. Обстрели постійно, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучения в рудники и материальный склад. Виробничий процесс неможливий. Это поведомил директор. Він додав, що більшість мешканців Солидара, співробітників ДП Артем Стіль вже евакуювались. Значит, що сотрудники магазина говорят? В ближайшее время солі не предвидеться. Но вже ведуться переговори о поставках солі і за рубежа. Откуда? По какой ціні привезуть в Днепр соль? Ну, пока це остається загадкой. Будем ждати. Всех інтересують, будуть ли повышаться ціни на проєзд в маршрутках. Так вот, ціни на топливо в Україні і Днепре продолжають повышаться. При этом остається огромной проблемою, що городський сайт розказував неоднократно. В очередях на заправках водители автобусів наравні з іншими автомобілистами простаивають часами. Городська власть Днепра заявляла о том, що для стабільности городських автобусних перевозок був создан стратегічний запас топлива, котрим снабжають перевозчиків. Але журналисты нашого телеканала провели собственне мини-расследование, пообщались с водителями маршруток і вияснили, що вони покупають топлива за свої гроші. І виставивають долгі очереди. Дороговизна і дефіцит топлива привели к тому, що з маршруту в місті практично исчезли прожорливі крупні автобуси. Так що, поки про повышення речі немає, але, навіть, все-таки це буде. В прогулочній зоні яхтклуба Сич появились страуси. Дівчина і мать назвали їх Дживелина і Байрактар. Значить, вони привыкають к своєму новому дому, відкладують яйця і ждуть того дня, коли змогуть гулять по парку. Да, інтересно було б, конечно, на страусів посмотреть. На цій території вообще дуже багато народу гуляє. Я в этом году гуляла, действительно появилось много нових птиць, животных. Вот здесь живуть павлины, три вида уток, лебеди, гуси і нутриї даже. Козлики гуляють і барашек. Іх можна гладити і фотографувати. Продається для птичок специальний корм. Можна покупати і кормити. Ну, а тут ще можна буде скорою страусів увидеть. В Днепропетровській області переселенці із наиболі уязвимих груп змогут получить денежну помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Размер пособия составляет 2220 гривень на одного человека, а максимально на одну семью 6600 гривень в количестве трех человек. 1 іюня. Творческе сообщество Днепра перешло к имбровизированному артнаступу. Это масштабный творческий проект, основной целью которого является поддержка информационная и материальная со стороны художников и творческой молодежи, подразделений ВСУ, ТРО и медицинских учреждений, которые занимаются ранеными бойцами и пострадавшими детьми и гражданскими. Все собранные средства передадут в координационный штаб волонтеров Днепра. Всего за это первое мероприятие в рамках проекта «Артнаступ» собрали 230 тысяч гривен для помощи детям-переселенцам. Молодцы! В городе продолжают переименовывать улицы. Який саме міський тононім отримає нову назву, нині ще обговорюється. Остаточне рішення, яке було ініціативою керівництва, ухвалять уже на найближчій сесії міськради. Це продовження ДРУ-сифікацій в Дніпрі, під час якої вже переименовано понад півсотні вулиць, чий найменування були пов'язані з країно-агресором Росією. Назва «На честь героев-рятувальників» дозволить увічнити їхний героїзм у боротьбі та подоланні наслідків дій окупантів, як це вже зробили низкою нових найменувань вулиці 93-ї Холодноярської бригади та 25-ї Сечиславської бригади. К сожалению, вечер первого дня лета выдался громким, не только из-за грозы. Был атаковано Сенельниковський район реактивними снарядами торнадо. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Было выпущено три ракеты. Інформацію про руйнування та постраждал їх уточнено ему. На місці працює ряд тувальники. 1-е іюня в Дніпрі начали работать большинство местних фонтанов. Фонтаны создають позитив, естетически красиво, хороше увлажнение воздуха в жаркую погоду. Також для некоторых фонтанів це не тільки хорошо, но і можнасть покупатися і розвлеться. Однак, експерты-врачі подчеркивають, що купатися в фонтанах категорічно запрещено. Вода в фонтанах не очищається, не дезінфіцірується. В них купаються і п'ють воду собаки і птиці. Також в воді можуть жити множество возбудителей тяжелих заболеваний. Якщо у чоловіка на телі є микротрещини, то через них в організм попадають стафілококки, стриптококки і інші опасні мікроорганізми. Після води із фонтана необхідно обязательно промыть тело под проточной водою і смылом. Кроме того, із фонтана нельзя пить воду. В фонтанах собирается всяпы і грязь з городських вулиц, а також попадають солі і тяжелі металли. От грязі дно фонтанов становиться скользким, тому там очень легко подскользнуться. Удар може бути роковим, поскольку фонтаны обычно строят із бетона. Також є риск уйти под воду і захлебнуться. В чаші фонтана є форсунки, светильники, різні конструкції. Іноді вони навіть не видні в воді, однака вони можуть сильно травмувати і привести к летальним исходам. Я думаю, багато помнят, що відбувалося у нас прошлым летом. Маленький мальчик погиб на Победі. В такі фонтані упав прямо у мамы на глазах. Це, звісно, я не знаю. У мене, наприклад, до сих пору, я коли об цьому думаю, аж трясеться все внутрі. Маленький мальчик 4 роки, коли упав на трубу і не спасли його малютку. Так що следіть за своїми дітками, ні в коем случае не пускайте їх в фонтаны. Мамочки, умоляю вас, не пускайте дітей в фонтаны. А тепер ужастики. 2-го іюня, во время патрулировання на трассі в новомосковському районі була обнаружена частиць человеческой ноги. Фух! Рядом з замотанной в ткань ногой була найдена подписанная картонная коробка со следами крови, с фамилией. Следів аварії не обнаружено, других фрагментів тела також не було. Как позже стало известно, нога была ампутирована медицинским путем. На трассі она оказалась в результате транспортировки. Факт преступления по данному інциденту отсутствует. В общем, потеряли ногу. Ну это же надо, и смех, и грех. Суботу, 4 червня, в Дніпрі пройде свято для дітей. Захисничок. В программе буде благодійний ярмарок, аніматори, куточок з захисниками, поліцейськими, рятувальниками та військовими, де малеча зможе зробити фото з автомобілями, екстрених служб та поспілкуватись. Це буде проводитись на парковці біля ТРЦ «Караван». Четвертого с двенадцятої години. Чекаємо на вас. Фура врезалась в отбойник. 2 июня на выезде із ПГТ Крынички в сторону Дніпра фура не справилась с управлением, снесла несколько столбов освещения, отбойники, выїхала на полосу встречного движения. В результате аварії на этом участке дороги высыпалось все содержимое фуры. Движение на момент аварии было перекрыто. Вот так. Хорошие новости. В Днепропетровской области открыли для движения первые почти 30 км новой автодороги на Киев. Участок построили еще до войны. Это современная магистраль в четыре полосы, которая идет от областного центра к мосту через канал Днепр-Донбасс. Замечательно. И еще хорошая новость. С 24 февраля в Днепропетровской области родились 3877 малышей. Жизнь продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова